Привет всем! У меня есть такая тема, 10, я вспомнила, 10, у меня есть такая тема, 10 необычностей таких, нам непривычностей в Англии, к чему до сих пор мы обращаем на это внимание. Первое, чему я удивлялась, когда приехала сюда, девушки носили зимние сапоги летом, может быть это была не только в Англии такая мода, но поражало то, что было достаточно жарко летом, и они ходили в сарафанах и носили зимние сапоги, потом пошли уги в моду, вообще меховушки такие, и как бы это было так стильно. Потом народ начал ходить в пижамах везде, то есть запросто на шопинг, пришла в пижаме, и ничего особенного в этом нет, по улице в пижаме, и даже была статья где-то в газете, что в каком-то городе Теска супермаркет запретил заходить в пижамах в супермаркет, объявления повесили. Но потом это прошло, началось другое, начали носить бигуди на волосах, навьют бигуди, накрутят бигуди, причем такие большие бигуди, не маленькие, в общем, такие круглые, большие, вот так вот их накрутят на голову, и на шопинг везде по улицам. Но это не очень долго продолжалось. Потом началось, брали все в зубы, все абсолютно, вот что в руках у них есть, они брали в зубы, будь то деньги, когда стоят на касте, будь то ключи от машины, если я машину выключила и пошел куда-то, в зубы взял, и идет там что-нибудь, ну, руки если заняты. Ну, в общем, в зубы брали все, что можно было взять, носили в зубах, как с собакой. Ну, тоже прошло, тоже было модно. Ну, два крана на раковинах, это вообще-то необычно, мне кажется, в Европе это нигде нет, если есть, то кто знает, напишите, если видели. Вот, в Англии это, не сказать, что не популярно или популярно, но это как бы традиционная такая вещь, и она, они продают до сих пор такие раковины и два крана, то есть смесителя нет. То есть закрывается пробочкой слив, наливается вода горячая и холодная, смешивается в теплую и умываются, бреются, все это, посуду моют. Потом меня удивляло то, что мы, когда приехали и ходили в колледж, тетрадки были только в линейку. Мне кажется, сейчас очень редко можно найти в продаже тетрадки в клеточку. Все в линейку. Блокноты, тетради, все в линейку. И в колледжах, не знаю, как сейчас, тогда мы писали карандашами. Почему-то вот карандашами, ну, то есть можно легко стереть, подтереть, там никаких не было, там, как сказать, ты ошибся, тебя должны были поправить, ты можешь сам исправить свои ошибки. Тесты заполняли, все карандашами. И столы в колледжах стояли, ставили в кружком. Не было такого, чтобы сидели друг за другом в ряд, ну, как у нас рядами, да. Столы, столы, и ты сидишь в затылок, смотришь там, впереди сидящему. Здесь столы ставятся в кружок, и все сидят вокруг. То есть все друг друга видят, все вот, ну, должны общаться, как бы, таким образом. Не знаю, как в школах, вот не могу про это сказать, как в школах они ставят столы. Кто здесь живет, напишите под видео, у кого есть дети, школьники. Дальше. Нет вешалок нигде. Тут народ вообще не одевался, вот, до недавнего времени, тут даже зимнюю одежду какую-то не продавали. Вот. И вешалок нигде практически нет. Это в одном итальянском кафе каком-то я увидела через много-много лет. Я первый раз, ну, туда зашла и увидела, что там стоят такие стойки как-то. И там какие-то вешалки, что ты возле столика можешь свою куртку, пальто повесить рядом. А так, чтобы была вот раздевалка где-то там, пошел, разделся, сдал одежду и там вышел, оделся. Нет. И зимой, особенно в ночные клубы, вот, они бегут все такие раздетые, по-летнему одетые. И от машины несутся, в общем, ну, они не мерзнут практически почти никто. И вот вешалок нет, очень неудобно. Даже в театр мы ходили в Лондоне, я помню, и там не было вешалок. То есть где-то на сиденье, под себя, на себя, в общем, не особо. Ну, там не особо никто и не одевался в театрах. А мы обходили много театров в Лондоне. У нас была такая возможность дешевые билеты брать, нам одна знакомая доставала. И мы прям несколько раз, много раз мы ходили в несколько театров. И вот нигде не было вешалок, что сильно удивляло. И народ не, как-то не очень наряжался там, вот, как у нас принято. Ресторан, это так идти, значит, как на праздник. Театр, это вообще у нас это как бы такое что-то торжественное, да. А здесь нет, здесь и по-простому, как практически на улицах, так в театр. И, ну, не знаю, я так заметила. И что еще? Имя здесь на первом месте. То есть, если вы что-то там пишете, то пишется сначала имя, потом фамилия. То есть, фамилия абсолютно на втором месте. И если какие-то официальные там документы, что, ну, допустим, ну, какую-то анкету заполняешь или там еще что-то, там есть такая строка, среднее имя называется. Но это практически для иностранцев, я думаю. Вот. Но мы здесь отчество не пишем нигде, потому что начнется такая путаница, что это очень длинно, во-первых. Это необычно, и мы пользуемся только имя и фамилия. Но имя всегда на первом месте. Где бы вы вот что-то не читали, всегда имя на первом месте. Если, вот я с документами работаю, если непонятно, что, ну, иностранное, допустим, не английское, там, имя, фамилия, непонятно, что из них имя и фамилия, если первое на первом месте, то есть стоит имя. То есть если нет подписи, фёст на им, это имя, и сёр на им, фамилия, то выбираешь первое, потому что оно будет именем. Ну, в общем, это я запутанно сказала, да? Ну, в общем, имя на первом месте. Здесь даже если ты работаешь, вот, допустим, я работала в супермаркетах, там работает много народу, и не всегда, и они не стараются там какую-то фамилию запоминать, но в лучшем случае, если не знают фамилию менеджера. И то, я думаю, не все. Обычно имя. Вот имя сказали, имя вот такая-то, вот она там, там-то в том отделе работает, и всё. А фамилия даже... А в основном, а на улицах вот они обращаются, как, если не знакомый человек, если не имя, ни фамилии, не знаешь вообще, они говорят, love, любовь, любимый, там, такое обращение. Диа, там, Дарли, это везде и всюду. Но love это вообще, по-моему, распространено. То есть обращение такое. Не товарищи, брата, а вот love. И ещё один момент. Если вы находитесь в общественном месте, либо на улице, ну, хоть где, абсолютно, вы, когда встречаетесь взглядом с человеком, если вообще обычно как-то все смотрят мимо, а если вы вдруг встретились, ну, каким-то образом взглядом с человеком, нельзя смотреть на него вот так вот, ну, как бы пристально. Нужно, если вы с ним встретились, нужно, ну, получилось так случайно, как бы, нужно сделать улыбку. То есть если вы заметили, что вы задержали взгляд на нём, и, как бы, ну, такая неловкость получилась, ну, сначала это, может, не будет заметно. И вы можете сделать улыбку буквально так и дальше, как бы, взгляд провести. Либо что-то сказать, пошутить там, то есть вот пристально смотреть в глаза вызывает даже агрессию у молодёжи. То есть, ну, может, может, новичок может вот на такое напороться, что ты посмотрел в глаза и, ну, как бы, его, ну, на него смотришь. И, может быть, вызвать агрессию вы заметите это, это, ну, неприятно даже. Вот, поэтому нужно как-то смягчённо это всё вот в таком варианте. Вот такие мои замечания. Тот, кто здесь живёт, напишите свои замечания, и что вам было необычно здесь, когда вы особенно приехали первое время, и какие вам кажутся странности. Девушки мне пишут, немало пишут на канале, что они недавно здесь. И вот напишите свои впечатления. Спасибо всем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok